Они прошли жесткий отбор. Только 20 челнинских школьников удостоились чести нести вахту памяти у могилы неизвестного солдата у стен Кремля. Завтра ребята отправятся в Москву, а пока идут последние приготовления. Проверка наличия всех необходимых документов и кадетской формы. Она должна быть не только чистая и выглаженная, но и со всеми полагающимися ей атрибутами. В столице нашей Родины школьники пробудут три дня, с 6 по 8 июня. Все ребята – воспитанники разных образовательных учреждений, в которых они стали лучшими постовцами. Я участвовал в поисковой деятельности на раскопках в городе Любани. Поэтому, несмотря на мой юный возраст, то, что я так много уже сделал, меня выбрали уехать в Москву. Сначала я был очень рад, а потом очень сильно волновался, что как-то не получится, что, мне кажется, мало времени подготавливаться. Уже на протяжении трех недель в ежедневном режиме юноши маршируют, отрабатывают все элементы и оттачивают шаг. Сегодня у них генеральная репетиция, они тренируются заступать на пост. Нести вахту памяти лучшие постовцы будут 8 июня, а за день до этого они посетят президентский полк, где будут принимать присягу челнинские срочники. Сейчас мы отрабатываем строевой шаг, чтобы показать в Москве, на что мы способны, то, что мы ничем не хуже, чем московский полк. Спасибо.